МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Коротко о главном сегодня. Мог ли неудачно приготовленный коктейль уничтожить здание? Причину ночного пожара в Сочи устанавливают эксперты. Мать и сын на скамье подсудимых в Краснодаре прошло очередное слушание по громкому делу об убийстве. Даже на лесной дороге может быть тесно. В Сочи бульдозер смял капот иномарки. На одного лже-минера в Краснодаре стало меньше. Для жильцов дома 429-1 по улице Фадеева это утро началось с эвакуации. О взрывном устройстве в многоэтажке сообщил неизвестный. К дому прибыли специалисты служб экстренного реагирования. Здание оцепили, людей вывели на улицу. Как сообщили в краевом главке, тревога была ложной. Ничего опасного в доме не нашли. Уже установили личность звонившего. Очевидцы сняли на видео, как его ведут полицейские. Поведение мужчины было неадекватным. Он что-то кричал о последнем шансе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Взрывотехники ОМОН Кубанской Росгвардии уничтожили опасный привет из прошлого. Мину накануне нашли рабочие на стройплощадке по улице Ставропольской. Рвануть боеприпас мог в любой момент, поэтому сразу вызвали полицию. Правоохранители территорию оцепили, а людей вывели за периметр. Мина была покрыта коррозией. Взрывотехники пришли к выводу, что в земле она пролежала со времен Великой Отечественной войны. И больше не опасно. Но от греха подальше боеприпас упаковали, вывезли за город и взорвали. Всю территорию стройплощадки тщательно еще раз проверят. Причину ночного пожара в Сочи устанавливают эксперты. В поселке Лазаревском на улице Социалистической вспыхнуло летнее кафе. Сообщение о возгорании на пульт дежурного поступило в 23.37. Минута на сборы, еще шесть на дорогу и первый гарнизон на месте. В этот момент уже горело 300 квадратных метров. Полностью спасатели потушили пламя только к трем часам ночи. Эти кадры молниеносно заполонили соцсети. Их сняли очевидцы. Они пишут, что перед тем, как увидели пламя, слышали громкий хлопок. Люди считают, что пожар спровоцировал неудачно приготовленный коктейль. В управлении МЧС Края не торопятся с выводами. Причину пожара озвучат только после проверки. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. В ликвидации пожара принимали участие 47 человек личного состава и 15 единиц техники. А это кадры еще одного пожара. Уже в Новороссийске. Накануне вечером на улице Мейрхольда загорелся двухэтажный жилой дом. Пожарные узнали об этом в 21.46. На место ЧП выехали 14 огнеборцев и 4 единицы техники. Когда они прибыли на место, полыхала мансарда второго этажа. В горящем доме находились два человека. Их спасли, никто не пострадал. Пожар удалось потушить только в полночь. Площадь возгорания составила 170 квадратных метров. Причину случившегося устанавливают эксперты. В Краснодаре прошло очередное слушание по громкому делу. В июле прошлого года кубанскую столицу потрясло сообщение о страшном убийстве. В частном доме в первом проезде Шевченко нашли тела трех детей и пожилой женщины. Жестоко расправился с бабушкой и ее внуками сосед Денис Данилов. Следователи сразу же возбудили дело, которое рассматривают в Краснодарском краевом суде уже несколько месяцев. Простых дел об убийствах не бывает, тем более, когда речь идет о детях. Но в нем не все так очевидно, как кажется. Тему продолжит Анна Григорьева. Кто более виновен? Тот, кто убил или тот, кто подтолкнул к преступлению? Этим вопросом мы задавались все время, слушая историю о жестокой расправе, которую устроил своей пожилой соседке и ее внукам Денис Данилов. Сомнений нет в том, что преступление совершил именно он. Но кто вложил в голову 28-летнего краснодарца мысль об убийстве? По версии предварительного следствия, непосредственным исполнителем убийства был сам Данилов. Его мама выступила в роли пострекателя и пособника. Мотивом совершенного убийства явилась зависть, ненависть от судимых Даниловых к соседям. Напомним, ребятишек 7, 9 и 11 лет, а вместе с ними и пожилую бабушку Клавдию Филиппову нашли в ее же доме убитыми 28 июля 2016 года. Полиция сразу заподозрила в преступлении Данилова. Его быстро нашли, хотя он скрывался. Соседи в один голос утверждали, что Денис парень нелюдимый и практически не общался ни с кем. А вот его мать – известная на весь район скандалистка. Своими ссорами с соседями и даже судами, по всевозможным поводам, она извела всех вокруг. Так и сложились два пазла – мать и сын. Ненависть матери, вложенная в голову сына, и необъяснимая ярость молодого, замкнутого парня привели к смерти сразу четверых, ни в чем не повинных людей. Но самое страшное, что даже на скамье подсудимых совесть этих двоих не мучает. Поражает меня, как государственного обвинителя, совершенно нет раскаяния, чувства раскаяния. Вообще его нет. Все кругом виноваты. Все свидетели говорят неправду. Все. Предварительное следствие уже завершено. Обвинительное заключение подписано. Сейчас в суде идет допрос свидетелей. Затем служители Фемиды тщательно изучат все материалы. Сторона обвинения завершит представление доказательств. А вот когда будет вынесен окончательный приговор – неизвестно. Но очевидно, что такие необъяснимы жестокие. При этом абсолютно психически здоровые преступники должны быть наказаны по всей строгости. Полицейские ищут подозреваемого в убийстве 40-летнего краснодарца. Тело сколото резанными ранами нашли во вторник в лесополосе вдоль дороги в хуторе Октябрьский. Следователи возбудили уголовное дело. По их версии, к убийству может иметь отношение 24-летний Александр Галушко. Он объявлен в федеральный розыск. Всех, кто знает, где он может находиться, просят сообщить по телефонам, которые сейчас на экране. А этот молодой человек – предполагаемый серийный грабитель. Ему 29 лет, ранее судим. Приехал в Краснодар из Успенского района. Полицейские задержали его через 20 минут после того, как к ним обратилась 55-летняя краснодарка. С ее шеи неизвестный сорвал золотую цепочку и убежал. Произошло это на улице Черкасской. Мужчину задержали. Похищенные нашли у него при личном досмотре. В ходе разбирательств всплыли еще три подобных эпизода. За грабеж злоумышленнику грозит до 7 лет тюрьмы. Сейчас он находится под стражей. Те, кто узнал в этом человеке своего обидчика, могут помочь следствию. Нужно лишь позвонить по номерам телефонов, которые сейчас на экране. А теперь о дорожно-транспортных происшествиях за минувшие сутки. На этом фото – утренний инцидент в Краснодаре. Иномарка перевернулась и протаранила забор. Местом оригинальной парковки стал перекресток улиц Коммунаров и Промышленной. Очевидцы сообщают, что шофер не справился с управлением. Информации о пострадавших нет. Обстоятельства ДТП выясняют полицейские. В Сочи бульдозер и легковушка не поделили дорогу в лесу. Произошло это в Красной Поляне. Судя по кадрам, которые сняли очевидцы, Hyundai досталась не на шутку. Они сообщают, что причина неприятностей – банальная невнимательность. Водитель бульдозера сдавал назад и не заметил иномарку. Гусеницами строительная техника буквально раздавила легковушку. Одно хорошо – обошлось без жертв. Официальные выводы о ДТП полицейские сделают после проверки. В Крымском районе в ДТП пострадал мотоциклист. 23-летний молодой человек сел за руль Ирбиса без прав. Автоинспекторы считают, что он не уступил дорогу Киа, выезжая с прилегающей территории. Парню назначено амбулаторное лечение, а полицейские продолжают разбираться в случившемся. Продолжим автомобильную тему. Предлагаю посмотреть подборку аварий, произошедших в Краснодаре за минувшие сутки. Все снято на видео камерами городского наблюдения. Начну с красной их аккурате. Со второй полосы водитель поворачивает налево и подрезает легковушку. Еще немного, и эта стычка может закончиться с сальто в воздухе, но обходится легким испугом у шоферов. На Восточно-Кругляковской 40 лет победы. Настоящий дорожный казус. Автомобилист неожиданно решает развернуться и прижимает к бордюру машину, которая движется по своей полосе. А это уже Дзержинского и Новаторов. Водитель выезжает на перекресток, видимо, совсем позабыв о светофорах. Это все, о чем мы успели рассказать к этому часу через несколько минут. В нашем эфире смотрите информационный выпуск программы «Город сегодня». Я передаю слово коллегам.